Я Зеленков Иван Владимирович, учитель физической культуры ГБО школы 2097. Наша школа участвует в проекте «Футбол в школе», и сегодня к нам на урок физической культуры приедет первый тренер Константина Тюкавина, Филипп Соколинский. Ребята, так как наша школа уже давно участвует в проекте «Футбол в школе», сегодня к нам в гости в нашу школу приехал первый тренер Константина Тюкавина. Попрошу поприветствовать. Ребята, всем привет. Ну, как настроение? Хорошо. Да. Все в физкультуру. Все на позитиве. Все на позитиве, это самое главное. Ну, самый любимый урок, да, наверное, физкультура. Ну, и хорошо, что я на физкультуру попал, а не на математику. 2008 год, это, по-моему, ноябрь, я пришел в 2001 год, команда была, где он был на год со старшими ребятами, тренировался. И Сергей Викторович Тукашов был главный тренер, и я начинал там помогать ему. С маленькими ребятами, это был набор, наверное, это лет шесть ребятам было. И блондин улыбчивый встретился мне прямо на пути, и такой идет, здрасте, такой прям борзенький, в хорошем смысле, вот, с хрипотцой. Вот, и говорит, вы наш там тренер? Я такой, ну, да, да, да. Ну, и сразу на поле было понятно, что это большой талант. Дальше у меня, мне дали команду 2002 года. С Костей мы продолжали пересекаться, но уже, ну, несовместно у нас была работа. Костя был в 2001 году, был Вадим Вячеславович Гаранин тренер, вот, и я параллельно вел 2002 год. И в какой-то момент, не знаю, в какой причине, может быть, там, по физическим данным, может быть, не дотягивало, может быть, там, конкуренция была высокая в 2001 году, а парню надо было играть, и поэтому сказали, что будет играть за 2002 год. Да, ну, поначалу, когда я приходил в Академию, не он меня тренировал, потому что я тренировался и занимался с ребятами постарше на год. Потом через какое-то время меня перевели в команду помладше, как раз Филипп Саныч тренировал эту команду. И вот тогда мы первый раз увиделись. И с того времени, ну, очень долго он тренировал меня, нашу команду. Жаль, конечно, мы ничего не выиграли с него, но всякие турниры в Эстонии всегда побеждали. И у нас как раз его первый дебют был за нашу команду за 2002 год. Это финальная игра была со Спартаком, где мы играли за первое место. И он пришел нам помочь, все думали, ну, вот, сейчас Костян там, сейчас трешечку забьет, и все решится. И мы проиграли 1-0, из-под него вылетел нападающий, забил гол, и все расстроились и сказали, вот, дали футболиста со старших, думали, сейчас сделают игру, но так с течением обстоятельств на самом деле, хорошую игру провел, вот, просто так получилось, что не выиграли. Спартак там тоже хорошая команда. Но на самом деле Костян талантливый футболист очень, и в то же время еще и трудоголик. То есть он, в принципе, трудился на футбольном поле, и помимо нашей тренировки, он ездил либо до, либо после еще на тренировку хоккей с мячом. То есть он же долго выбирал, куда идти, да, сделать выбор, футбол или хоккей с мячом. Ну, я прекрасно понимал, что он выберет футбол, да, но огромный там ряд предложений был, я думаю, что из того вида спорта тоже. Но мы с ним долго спорили на эту тему, вот так, смеясь, то, что я говорю, да там то лед растает, то клюшки сломаются, зачем тебе это? Хотя у него папа, да, там, восьмикратный чемпион мира, вот, большая такая легенда этого вида спорта, не только в стране, но и в мире, вот, я и мог пойти по стопам отца, но в футболе у него были большие задатки и успехи, чтобы стать футболистом хорошим. Не, ну, у меня есть какой-то определенный, да, интерес к другим видам спорта, ну, и мы всегда просто с семьей, с папой, с братом всегда во все играли, и я с детства, я думаю, за эту, и в большой теннис, мне очень нравится играть и в пинг-понг, вот, и в плавание, не знаю, выделялся я, не выделялся, но не тонул вроде никогда. Да, мне очень нравился, но и сейчас нравится хоккей с мячом, я не знаю, просто любил, ходил на игры папы и брата, и мне нравилось, и самому, у меня самого горело желание играть. И утром, например, у нас была тренировка в футбол, и после нее вечером, потому что хоккей с мячом всегда вечером, тренировки были в Крылатском, ехал на тренировку в Крылатское, играл в хоккей. Силы были, и пока нормально. А потом уже, когда стоял выбор в хоккей или в футбол, ну, пришлось выбрать футбол. Были на турнире в Стокгольме, такой представительный турнир, в памяти Ленарта Юхансона. И у нас были в группе Ливерпуль, тут Кристал Пелос, вот, и в этом турнире участвовал Ювентус, ну, достаточно серьезный такой турнир. И первую игру Кость провел не очень ярко, мягко скажем, вот, и нам пришлось его садить на лавку в следующей игре. Мы с коллегами, с моим тренерским штабом пообсуждали. Ладно, давай чуть-чуть, пускай придет в себя, а то, может быть, звездочку поймал. Вот, первую игру посадили, он, по-моему, вышел минут на 15-20. Тоже сыграл чуть не броско, думаю, ну, ладно, пока, видимо, особо ничего не понял. Вторую игру тоже посадили. Я смотрю, он начинает уже расстраиваться. То есть, если первую, он думал, что, ну, ладно, сейчас они там без меня не справятся, я сейчас выйду. А мы выиграли эту игру. И третья игра с Ювенцем, я сижу, у него прям на нем лица нету, а мы решили, что он не выходит в составе, он сидит прям грустно. Я называю состав, я смотрю на него, думаю, блин, он прям просит, да, взглядом, не показывая мне, смотрит на пол, но видно, что он очень хочет сыграть. И для него был, ну, он был уверен, что он будет на замене, и я принимаю прям в последнюю секунду решение, что, говорю, и в нападении кое-что тюкает. И я смотрю, у него там глазки так поднялись, улыбочка чуть-чуть, такая была, так скажем, ну, доволен был, что он в составе, не показывая мне это или там ребятам, но был доволен, заряжен, и он выходит. Мы выиграли 1-0 как раз, играли с Ювенцем за третье место. Он забивает гол, вот, играл просто, ну, отличную игру, и по всему, по всему был хорош. Вот, и тренеры такие, блин, мы же вроде решили, я только, ну, вот видите, значит, правильно сделали, что выпустили. Я правильно сделал, что поменял решение, да, выпустил его в стартовом составе. Да, мы там играли с Ювентусом, с Ливерпулем вроде, и еще с какой-то командой, он меня там на один матч посадил на скамейку, якобы проучить меня, но... Ну, и забей. Молодчик. Ну, давай, Петра К. Как зовут тебя? Степан. Степан, хорошо, 2-1. У него много очень позитивных моментов, потому что парень очень добрый, открытый, и видно было, как он переживает, когда переживает, когда надо надавить, когда надо чуть подотпустить. Иногда, не скрою, что где-то перегибал, да, в каких-то моментах, и чувствовал, что, блин, чуть передержал, надо было раньше открутить эти гаечки. Но ничего страшного, и он в этом позакаленнее чуть стал. Поэтому мы с ним бывает, что вспоминаем эти истории иногда, что как было тогда, как сейчас, и часто я ему говорил после игр, редко когда хвалил и говорил, ну, кому-то забил. Он, да, Спартаку. Я говорю, ну, какому Спартаку? Вот ты когда забьешь на переполненном стадионе, там, да, Спартаку в большом футболе, тогда окей, сейчас ты забил, блин, в детской, юношеской, там, школе, какому-то Спартаку или ЦСКА, говорю, мне это не интересует. Надо забить на большом стадионе, чтобы кричали Чукаин, ну, то, что он сейчас и делает. Ну, по сути, он был, честно скажу, мне, наверное, как папа, второй отец, потому что он постоянно, ну, очень близко был ко мне. Мне это, можно сказать, нравилось и помогало мне. Был открытый и веселый, можно было и посмеяться, но и были те моменты, когда он был очень жесток со мной. Была накопительная история. То ли он терял мяч, то ли еще что-то, и я ему говорю, так, надевай жилетку. Он идет, надевает, что-то бубнит, я говорю, так, еще одну, он что-то опять привлекается потом. Ну, и вот это у меня накопилось, и порядка, там, 20 жилеток он идет, такой, как пончик на тренировке. Ну, ничего, терпел, бегал, злился на меня, я думаю, что очень, да, но потом после тренировки снял, пошел, недовольный. Да, честно, мне было вообще до лампочки. Было прикольно, ребята смеялись, но, возможно, где-то был перебор, потому что я реально тренировался в манишках, это было в Крымске. И шапочку он где-то тоже надевал, эти плаватели, но мне как-то реально, меня было, наверное, ничем не удивить, и я уже на все готов был пойти. Ну, вообще, по мне, как бы у детей должен быть всегда выбор, не только на поле, но и в жизни должен быть выбор. Ты должен подсказывать, направлять, а выбирать он должен сам, как мне кажется. Да, мне бы так хотелось, чтобы у меня так было в детстве. Но нам всегда говорят, ты идешь в эту школу, в этот институт, вот в эту команду. На футболиста, на поле, в тренировочном процессе мы даем направление, да, где нету алгоритмов, условно, да, и ты должен от ситуации действовать, да, и потом мы что-то разбираем. Постренировка, во время упражнений, в игре все то же самое, что и в тренировке. Также они выбирают решение, как и в тренировке, и в игре мы можем подсказать, ничего в этом страшного нету. Бывает, и закипаешь немножечко, и где-то резко начинаешь там с ними разговаривать, но это в большей степени из-за того, что они там могут не переключиться. То есть они совершили ошибку, окей, мы не против, но если ты не переключился и не исправил ее, или за своим партнером, а начал ему предлевать претензии, то здесь, конечно же, приходится по-разному действовать. Можно и крикнуть, можно где-то еще что-нибудь по шапке они получают, но на ошибки реагируем очень спокойно, абсолютно. Чем больше ошибок, тем больше они учатся. Вообще отлично. Я, наоборот, люблю критику, потому что, наоборот, не люблю-ка, меня сильно хвалят, потому что, ну, не особо люблю, потому что потом какой-нибудь плохой момент наступает, и опять окунут в яму, и как бы... И папа меня не особо часто хвалит, так что мне нравится критика. Наверное, почти после каждого матча, да, я ему пишу, или поздравляю, либо, ну, что произошло, ну, вот, как так. Да, но я и говорю, что мы с ним очень близки были, и сейчас мы на протяжении всего этого времени общаемся постоянно, после игр списываемся, перед играми списываемся. Так что он большой помощник, и во всем помогал и помогает. Так что я могу ему постоянно, ну, хоть когда позвонить или написать, я думаю, что он ответит, поможет и даст совет во всем. Давайте скажем огромное спасибо Филиппу Александровичу за прекрасный урок, вот, за то, что он к нам приехал. Занимайтесь спортом, физкультурой, но не забывайте про математику. Это тоже важно. Так что хорошего дня вам сегодня. Давайте в футбол тоже играйте. В футбол-школе это отличная идея от Российского футбольного союза и очень прекрасная инициатива, да, от всех людей, кто заинтересован в этом. Наша школа участвует давно в проекте футбол-школе, можно сказать, с самого начала. Добавился третий час именно физической культуры в некоторых классах, вот, но самое главное изменение, что теперь либо у детей, если два часа физической культуры, вторым часом у нас урок футбола, если у детей три часа физической культуры, то третьим часом урок футбола. Это, на мой взгляд, очень помогает детям в каких-то координационных способностях, в развитии силы, быстроты, ловкости. Футбол способствует этому, поэтому у детей появилась благодаря футболу в школе такая возможность. Хотелось бы, чтобы это было массово и чтобы это было больше. Не один урок в неделю, а, может быть, два-три раза, чтобы ребят занимались, какие-то теоретические занятия, кто-то проводил из звезд, скажем, футбола, из бывших или из действующих, вот, чтобы рассказывали ребятам про клубы, про футбольные свои, про какие-то чемпионаты мира. Да, ну, просто был бы какой-нибудь урок, да, после этого занятия, чтобы был какой-то мастер-класс, и ребята с первой до последней минуты играли просто в футбол. Не, ну, это, конечно, важно. Я бы, если честно, сейчас бы находился в школе, не ходил бы на уроки, я ходил бы только на этот предмет, на физкультуру, футбол, и все, с детства пинать мяч. Я думаю, ребята тоже любят, и много кто ходит на него. Это очень здорово. Путь в сборную начинается со школы.